МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здоровье – это еще не все, но все без здоровья – ничто. Поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Если мы спросим у 10 встречных на улице, что они знают о гепатите? В лучшем случае каждый второй, наверное, вспомнит про болезнь Боткина и пожелтевшую кожу. Между тем, это суровая болезнь. Ласковый убийца таким страшным названием окрестили гепатит С врачи. Он на самом деле убивает незаметно. Число носителей вируса гепатита С в нашей стране, согласно официальной статистике, около 5 миллионов человек. Но об этом заболевании сложилось множество неверных представлений, которые мешают установлению диагноза. Я надеюсь, сегодня мы получим полную информацию. наш эксперт, гость в студии Вячеслав Морозов, директор ООО «Гепатолог», доктор медицинских наук, профессор. Здравствуйте. Здравствуйте. Что по Самарской области? Насколько серьезные проблемы для нашего региона? Ну, сейчас на самом-то деле о гепатите С знают многие. И наслухуют инфекции, и знаем, каким образом происходит заражение, и каким образом заболевание протекает. Тоже уже многие знают. Но, тем не менее, как ни странно, до сих пор мы точно не знаем, сколько у нас инфицированных и больных. Потому что существует несколько подходов к подсчету инфицированных пациентов, больных пациентов. Существует, например, реестр официальный. В Самарской области в него входит порядка 15 тысяч больных, зарегистрированных в поликлиниках, больных хроническим гепатитом С. Есть учет Роспотребнадзора, когда принимаются во внимание экстренные извещения по каждому случаю. Ну, давно уже, несколько лет назад, эта цифра перешла 50 тысяч пациентов. Если же верить экспертным оценкам и относиться к показателю инфицированности по Российской Федерации по данным Роспотребнадзора 4-5%, это очень большая цифра. Медицина развивается, появляются постоянно новые какие-то технологии, новые лекарства. Но, тем не менее, проблема-то стояла и стоит. И более того, появляются новые случаи заражения регулярно. Почему не снижается заболеваемость? Да, это некоторым образом странно. Потому что мы уже хорошо знаем механизмы пути заражения вирусом гепатита С в том числе. Но новые случаи заражения у нас появляются, абсолютно верно вы сказали. Потому что, к сожалению, далеко не везде и всегда мы можем перейти на одноразовые инструментарии или на одноразовые так или иначе предметы, с помощью которых производятся всевозможные манипуляции с повреждением кожных покровов и слизистых. То есть мы не можем полностью перейти в медицине на одноразовые инструментарии. Это невозможно технически. Хотя, надо сказать, что в медицине-то сейчас в этом смысле порядок наведен. И там заражений из медицинских учреждений мы видим меньше. Ну, я имею в виду в стационарах, послеоперационные какие-то заражения встречаются все-таки редко. Налажена система донорства таким образом, что, по большому счету, мы исключили полностью риск инфицирования больных после переливания крови или в процессе переливания крови ее компонентов. Здесь более-менее благополучно. Но у нас, к сожалению, остаются стоматологические учреждения, которых очень много. И там тоже далеко не везде можно перейти на одноразовые инструменты. И, кроме того, они довольно-таки дорогие некоторые из этих инструментов. И частая их обработка, термическая в том числе, химическая обработка, она приводит к их повреждению. И, надо сказать, что встречаются еще у нас не очень добросовестные специалисты, которые, пытаясь сохранить вот этот вот инструментарий в сохранности, не всегда правильно его дезинфицируют. Поэтому риск инфицирования сохраняется вот в этих учреждениях. У нас большое количество всевозможных салонов, тату-салонов, спа-салонов, где так или иначе производятся манипуляции, сопряженные с повреждением кожи и слизистых. И каким образом там производится дезинфекция, обеззараживание инструментарий, тоже иногда возникает вопрос. И я это говорю не потому, что я это придумываю, а потому, что нам об этом рассказывают пациенты. Но вот некоторые люди, которые подвергались этой процедуре, говорят о том, что инструментарий – это одноразовый, но вот емкость, куда наливается та же краска, откуда она появляется, и какая там краска, и не используется ли она повторно для разных больных, например, они не знают. У нас были случаи, явно сопряженные с посещением таких салонов. Острые инфекции гепатита ИБ, ИС, то есть тех инфекций, которые имеют парентеральный путь заражения, связанный с повреждением кожных покровов. Поэтому, несмотря на то, что все знают о проблеме, существуют методы обеззараживания, они описаны, они достаточно эффективны, но, к сожалению, вот этот человеческий фактор, в том числе в условиях каких-то финансовых проблем, когда нет возможности покупать дорогие детсредства и так далее, сохраняется возможность некачественного, неправильного обеззараживания инструментария, и сохраняется возможность инфицирования, и мы видим новые случаи. Вот вы акцентируете внимание на том, что сегодня все знают, многие слышали, многие понимают. Да, я с вами все-таки не вполне согласна, потому что словосочетание вирусные гепатиты, да, мы знаем, а они у нас на слуху, но это чаще всего страшная болезнь, которая где-то там, не с нами и не для нас. А где еще можно получить заражение, если не через инструментарий? Реже в быту, например, ну опять же, это инструментарий, ножницы, бритвенные принадлежности в семье, зачастую одни и те же инструменты, которые повреждают кожу, вот маникюрные инструменты, все, что связано с повреждением в быту, в семье это заражение тоже может произойти. Это первое. Второе, ну, существует контакт на бытовой так называемую передачу, но когда кровь попадает, ну, условно говоря, на дверную ручку, и человек, взявшись за это дверную ручку, повредив там каким-то образом кожу, теоретически может тоже инфицироваться. То есть любой, при перевязке, при перевязке, если человек, имея повреждение на руках, перевязывает другого человека, у которого есть какое-то кровотечение, эта кровь попадает, например, на руки, возможно, проникновение вируса. То есть это вполне такая бытовая ситуация. Ну, например, в зоне риска находятся такие специальности, как работники силовых структур. Вот при задержании иногда эти задержания сопряжены там с повреждением кожи у тех лиц, которых задерживают. А там бывают зачастую люди инфицированные. Кроме того, при гепатите С существует половой путь передачи, но надо сказать, что он очень редко реализуется именно при гепатите С, чаще при гепатите В, но так или иначе он тоже может реализоваться при инфицировании вирусом гепатита С. Ну и, собственно, вот, пожалуй, что все. Некоторым ведь пациентам, если я не ошибаюсь, диагноз ставится вообще через 10-15 лет после заражения. Почему? Что в это время происходит? Ну, это вообще особенность заболевания печени, которая заключается в том, что все болезни печени или подавляющее количество заболеваний печени не сопровождается болевым синдромом и имеет весьма неспецифическую симптоматику, как то слабость, недомогание, утомляемость. А когда появляется уже развернутая симптоматика в виде желтухи и других симптомов, это уже, как правило, речь идет о поздних стадиях заболевания. И гепатит С тоже самое. Он протекает долго, малосимптомно, с проявлениями, которые никаким образом и пациентам, и врачами не связываются за вирусом гепатита С. Там сыпь на кожу, например, похудание какое-то и так далее. Боли в суставах и прочая неспецифическая симптоматика, которая расценивается иначе, относится врачами к каким-то другим патологиям, нозологическим формам, никак не к вирусному гепатиту С, а впоследствии оказывается, что это есть внепеченочное проявление вот этой инфекции. Поэтому долгие годы заболевание остается нераспознанным, недиагностированным. Сейчас очень много работ, исследований, когда осуществляются попытки найти вот эти вот прогностические критерии. То есть как, вот как прогнозировать, сколько заболевания будет протекать, надо его лечить сейчас или подождать, например, если есть какие-то противопоказания, сколько можно подождать. И зачастую вот эти все критерии оказываются не вполне достоверными, не имеют столь большой прогностической значимости, потому что течение заболевания зависит от состояния организма человека, там иммунитета, допустим, да, от того, какое количество вируса попало сразу. Одно дело, это было переливание крови, и в крови было много вируса, и доза большая попадания вируса, и течение заболевания по-другому. Другое дело, там небольшая концентрация вируса попала в организм человека. Кроме того, от того, каким образом человек живет, то есть употребляет он алкоголь или не употребляет, там, нарушает он диету или не нарушает, там, имеет он лишний вес или не имеет, и так далее. От этого тоже. Вот сейчас очень много говорится, например, от гормонального статуса организма, и каким образом этот гормональный статус влияет на скорость прогрессирования хронической ажцевой инфекции. Например, у женщин. Если до менопаузы скорость течения процесса одна, то после она уже другая, она значительно выше. И мы действительно это и раньше видели, что в молодом возрасте женщин гепатит, инфицированность сохраняется долго-долго, и никакой прогрессии особо не видим. Стоит наступить в менопаузе, там, в течение двух-трех лет развивается цирроз. Понимаете? И сейчас уже это категория больных, ну, женщины, в том числе и молодого возраста, выделены в особую категорию, которых надо лечить. Не только потому, что есть риск инфицирования плода, и нужно санировать организм от вируса до беременности, до родов, чтобы исключить инфицирование плода. Ну и по той самой причине, да, кроме того, доказано уже, что вирус гепатита С неблагоприятно влияет на развитие самой беременности, то есть снижает концентрацию фолликулостимулирующего гормона в крови. Поэтому вот женщины, которые идут на ЭКО, например, у них больше проблем с наступлением беременности, нежели у инфицированных вирусом гепатита С, нежели у тех, у которых нет вируса гепатита С. И третье, вот именно в связи с тем, что после менопаузы скорость прогрессирования заболевания у женщин значительно выше, поэтому их надо лечить до наступления менопаузы. Чем раньше, тем лучше. Можно много говорить на эту тему, но я-то вот, например, сторонник того, что лечить-то надо всех, потому что подходы долгое время, многие годы и международные, не только в Российской Федерации, что лечить всех не надо, что не надо лечить больных на ранних стадиях, то есть можно подождать и прочее. Но вот последние рекомендации Европейской Ассоциации по изучению печени, они изменены, изменены были существенно в части вот показаний для проведения незамедлительной противовирусной терапии. И они туда включили очень много пациентов, в том числе по эпидемиологическим показаниям, которых надо лечить. То есть туда включены лица, потребляющие наркотики. Раньше мы их не лечили, потому что считалось, что если он потребляет наркотики и лечить его в этот момент абсолютно бесполезно. Сейчас подход изменился, что если он продолжает даже употреблять наркотики, все равно мы его должны лечить, в том числе и по эпидемиологическим показаниям, чтобы исключить и снизить риск инфицирования других людей, так как он является источником инфекции, он распространяет вирус. Если мы его санируем, хотя бы распространения не будет, я уже не говорю о пользе для его здоровья. То есть сейчас вот этот вот крен в сторону того, что расширять показания именно в части увеличения групп, которые надо лечить по эпидемиологическим показаниям, он наметился везде. Вячеслав Геннадьевич, ну а что лечить его? Ну 10-15 лет живет себе тихонько в организме. В чем опасность вируса гепатита С и каким образом он связан вот со страшными словосочетаниями цирроз печени, рак печени? Да. На самом деле долгие годы человек ни на что не жалуется. Ничего не беспокоит, он ведет нормальный образ жизни. Две проблемы. В среднем в течение 20 лет развивается примерно у каждого четвертого-пятого больного, инфицированного вирусом гепатита С, либо рак, либо цирроз печени. Цирроз печени – это фиброзное такое прорастание печени с соединительной тканью. Ну, так как бы воспаление присутствует, например, в любом другом месте, вы можете себе представить, то есть развивается рубец. Если долго не лечить воспаление, развивается рубец. Будь то на коже, будь то в другом органе, в другой ткани. То же самое происходит здесь. Длительное воспаление приводит к тому, что вся печень рубцуется, диффузно, то есть сплошь. И нарушаются ее функции, соответствующим образом. Нарушаются все обменные процессы, которые происходят в печени, и белковые синтетические функции, выделение желчи нарушается, пищеварение нарушается. Но самое главное, самое страшное – это нарушается кровоток через печень. То есть кровь через печень не проходит, и повышается давление вот этой вот самой крови в брюшной полости. Таким образом расширяются вены в брюшной полости, накапливается жидкость в брюшной полости, и возникает, рано или поздно, развивается осложнение вот этого самого цирроза. В первую очередь это кровотечение из вен, чаще всего пищевода, который тоже расширяется, который не рассчитан на такое давление. И вот это уже серьезная проблема, которая является основной, которая является ведущей причиной смерти вот у таких пациентов. Если говорить о раке печени, то это, как вы понимаете, тоже очень серьезная проблема. Лечить опухоль печени, вызванной вирусом гепатита С, именно так мы говорим, очень сложно. Это резекция, это трансплантация печени, что в наших условиях сделать очень сложно. Это всевозможные абляции, очень тяжелые процедуры сами по себе. И по большому счету, конечно, успехи определенно есть, конечно, в этом направлении, но это заболевание, которое лечить очень сложно. И поэтому в том числе необходимо проводить противовирусную терапию. Кроме того, я скажу вам, есть данные о том, что вот рак печени развивается даже не на поздних стадиях чаще, а даже на ранних стадиях в связи с вирусом гепатита С. Раньше мы всегда думали, что рак развивается в циррозе. То сейчас нет. Сейчас поступили вот новые данные о том, что оказывается, даже без цирроза он развивается чаще, чем с циррозом. Когда вот провели глобальные статистические исследования, вот этот анализ массивный такой, выяснилось, что нет, вовсе не обязательно иметь цирроз печени для того, чтобы развился рак в результате действия вируса гепатита С. В том числе и поэтому нужно санировать организм от этого вируса. Ну, зато достаточно иметь вирус, да? Да. Не обязательно цирроз, но вирус уж точно. Хорошо. У нас нет, наверное, у подавляющего большинства людей привычки регулярно сдавать анализы, проверять, как там дела в организме и так далее. Вот как быстро можно диагностировать вирус гепатита и все-таки вообще каким образом он диагностируется? Вот мы говорили о проблемах. Вот здесь вообще нет никакой проблемы диагностировать хроническую АШСВ инфекцию. Вообще никакой нет проблем. То есть любая лаборатория, любая, сетевая, не сетевая, любой больницы делает это исследование. Это исследование можно сделать бесплатно в поликлинике. Это можно сделать платно. Там стоимость, ну, рублей 300, я не знаю, там, сколько в среднем стоит этот анализ, если нет возможности сделать в поликлинике бесплатно, хотя они там делают бесплатно для прикрепленного населения. Там нужно сделать всего один анализ, который, собственно говоря, и покажет, был ли у вас контакт с вирусом или нет. Если контакт с вирусом был, Ну, там дальше уже нужно обращаться и расширять спектр обследования. Но это уже второй вопрос. Но сходить в любую лабораторию, посмотреть, есть ли у вас антитела к вирусу гепатита С. Анализ очень простой. Возьмите у меня кровь, сказать надо в лаборатории, на антитела к вирусу гепатита С. Все. Исходя из всего вышесказанного вами, вообще не лишняя мера предосторожности, поскольку на самом деле риск заражения достаточно велик. Учитывая особенности нашей жизни сегодняшней. Но по поводу лечения все-таки опять разные мнения слышала. Можно ли полностью излечиться от гепатита С? Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Народные целители прям предлагают быстро излечиться. По народным целителям обращаться не надо с этим вопросом, с этой проблемой. Вот это точно я вам могу сказать. Где-то два года назад произошел прорыв в лечении хронического гепатита С, кардинальный. И в настоящее время мы говорим, что мы можем вылечить полностью от хронического гепатита С где-то 95-98% больных. Но это высокий процент. Да. Это высокий процент. Существует проблема стоимости этих препаратов, но это второй вопрос. Если говорить о их эффективности, то она вот такова, какая я вам сказал. Длительность лечения сейчас практически у большинства пациентов это 12 недель. Раньше мы год лечили. 12 недель это меньше трех месяцев. Второе, третье, препараты все таблетированные. Одна, две, там три таблетки в день максимум. То есть нет необходимости в стационаре лечиться. Третье, лечение амбулаторное. Никакой госпитализации не осуществляется. И четвертое, переносимость этой терапии очень хорошая. Побочных эффектов почти нет. Это может быть небольшая слабость, там сонливость и все. То, о чем мы говорили раньше, больные лысеют, больные худеют, больные имеют другие побочные эффекты. Это было раньше. Сейчас вот на этих препаратах, на безэнтерфероновых так называемых схемах, этих побочных эффектов нет. Потому что они связаны были с другими препаратами, которые по большому счету в настоящее время выведены из схемы лечения в мире везде. Выведены из схемы лечения хронического гепатита С. Хотя они зарегистрированы, эти схемы, те старые, и они используются. Но, конечно, пока их можно использовать. Они тоже с включением новых препаратов достаточно эффективные. Вот если мы добавляем к предыдущим схемам новые препараты, там в ряде моментов, в ряде случаев мы так делаем, то там эффективность тоже до 90, даже выше процентов, если мы добавляем новые препараты в уже существующие ранее схемы. Но там, правда, похуже с переносимостью. Вот интерферон как раз он дает вот эту температуру, слабость и прочее. Если эта схема безинтерфероновая, если есть непереносимость вот такая вот к этим препаратам, которые мы раньше использовали, то мы используем только безинтерфероновые схемы. Они вполне эффективны и хорошо переносятся. И, в общем-то, по большому счету, можно сказать, что мы в настоящий момент близки уже к полному, абсолютному решению проблемы лечения хронического гепатита С. Ну, понятно, что лучше бы через это все не проходить. И есть ли варианты вообще как-то обезопасить себя? Существует ли вакцина? Можно ли сделать прививку против гепатита? Вакцина против гепатита С не существует. И я полагаю, что вряд ли она будет теперь создаваться. В связи с тем, что созданы высокоэффективные схемы лечения, которые полностью позволяют санировать организм от вируса гепатита С, усилия по созданию вакцины будут уже не такими, как были 5 лет назад, когда мы на вакцину очень сильно надеялись и ждали ее. Но когда-то, может быть, она появится, пока ее нет, этой вакцины. Поэтому все средства профилактики, они не специфические. Нужно минимизировать контакт с кровью человека в лечебных учреждениях, в тату-салонах, в маникюрных салонах и так далее. Ну, какие простые правила? Значит, первое, маникюрный салон. Если вы ходите, нужно сходить своим набором маникюра. Нужно помнить, что у нас кроме гепатита С есть еще гепатит В. У нас есть еще ВИЧ-инфекция, которая имеет те же механизмы заражения, что и гепатит С. Только свой маникюрный набор. Я вот категорически на этом бы настаивал и советовал всем женщинам, ну и мужчинам, которые ходят. Казалось бы, чего проще? Это элементарно. Это будет вам дешевле в любом случае. Второе. Ну, конечно же, если вы ходите в стоматологические утверждения, где вам лечат зубы, удаляют зубы, там ничего с собой не возьмешь. Но нужно очень хорошо все-таки посмотреть, спросить, не постесняться, каким образом у них происходит обеззараживание инструментария, чтобы они вам показали. Вот я бы, например, это сделал. Я это делаю. Вас, наверное, не любят стоматологи. Меня не любят стоматологи, это точно. И пусть они вам покажут, как они это делают. Ну, потому что это действительно риск. Второе. То же самое касается тату-салонов. Если вы ходите в тату-салон, пожалуйста, кроме того, что одноразовый инструментарий, вы это можете видеть, они используют, эти специалисты, пусть они эту краску наливают при вас. При вас скрывают эту бутылку, при вас наливают эту краску в отдельную емкость, которая тоже должна быть, между прочим, обеззаражена, чтобы при вас все это было сделано, чтобы он не достал эту краску, через которую уже прошли несколько человек. Там ведь по большому счету реализуется вот этот классический путь инфицирования, который у наркоманов, когда они берут одну емкость, делают общий раствор для всех, оттуда начинают набирать. Даже если они используют одноразовые шприцы, все равно емкость у них общая получается. И так иначе заражение может произойти. Но там, где большие лечебные учреждения, когда вы попадаете на какую-то операцию, но там, конечно, спросить вы ничего не спросите. Но мы априори полагаем, что там делать все нормально, потому что на самом деле мы как-то не видим в последние годы случаев инфицирования в процессе операции, каких-то больших полостных хирургических и так далее. Есть еще эндоскопические методы и исследования, и вмешательства, и манипуляции эндоскопические. Там правильное обеззараживание эндоскопов. Тех же гастроскопов должно производиться. Но это тоже вы должны идти в лечебное учреждение, в котором вы уверены, что там тот же эндоскоп обрабатывается правильно. Все эти методы существуют, обработки, они расписаны очень жестко. Надзор санитарно-эпидемиологический за этим смотрит, насколько это возможно. Так или иначе, все равно, идя на такую процедуру, вы должны быть уверены в том, что в этом учреждении все технологические параметры обеззараживания соблюдаются. Ну, на самом деле, ничего сверхъестественного. Вполне можно беспокоиться о собственной безопасности. Вячеслав Геннадьевич, спасибо большое за подробную консультацию. Будем, наверное, завершать программу. Врачи древности полагали, что секрет выздоровления человека скрыт в нем самом. Вирус гепатита не исключение, как и большинство заболеваний, он может быть побежден, если у нас сильный иммунитет, если мы заботимся о здоровье своем и своих близких, если любим жизнь и радуемся каждому ее дню. Спасибо большое. До свидания. До свидания.